Здравствуйте! Рада приветствовать вас на моем канале. И в этом видео мы поговорим о таком явлении, как сглаз. Сглаз – это пробой энергоинформационного поля человека. Происходит он в результате воздействия чьей-то мощной энергетики. В итоге жертва нападения начинает усиленно терять свою энергию со всеми вытекающими из этого последствиями. Защитная оболочка разрушена, энергетическое поле деформировано, что вызывает недомогание в теле, плохое самочувствие, плохое настроение. Те, кто способен нанести такой вред, то есть обладатели дурного глаза, это в основном очень негативные, раздражительные или психически неустойчивые люди, склонные к вспышкам гнева, к зависти. То есть вы уже поняли, что сглаз происходит в результате мощного выброса негативной энергии. Такой выброс может сделать также и очень добродушный человек, если его просто довести до белого коленя. Почему говорят, что не рассказывать о своих планах, чтобы не сглазить, это очень верное правило и верный закон, потому что как только вы рассказали о своих планах, вы, во-первых, дали повод завистникам метать вас в свои стрелы, во-вторых, был отток энергии вашей, которая в ином случае бы пошла на реализацию этих планов. Сглаз часто можно получить и в обсуждении каких-либо вопросов, и в шумной кампании, когда вы чем-то хвастаетесь, а другие вам завидуют. Они могут сказать какую-нибудь фразу невзначай, которая западет вам в душу и просто пробьет вас, и вы потом будете в результате своей мнительности думать об этом. Часто также родители наносят сглаз своим детям, когда они кричат на них, пытаются подчинить себе, срываются на них. Дети ведь полностью зависят от своих родителей. Они очень уязвимы при этом. К энергетическим нападениям, подобным сглазу, можно также отнести и злословие, обсуждение какого-либо человека в негативном плане, группой людей, негативные высказывания в адрес какого-либо человека, поддерживаемые группой лиц. Каждый человек в течение дня постоянно подвергается подобным энергетическим атакам. Он даже не замечает этого. Наверное, вы также не раз замечали, что в конце дня вы чувствуете себя просто обесточенными. Но за ночь ваша энергетика восстанавливается. Это случай незначительного сглаза, которым мы подвергаемся в течение дня. На энергоинформационном плане сглаз выглядит как дыры, пробои, как деформации защитного поля человека. Если такая деформация или дыра проходит через какой-то жизненно важный орган, это, соответственно, вызывает ряд заболеваний. Эти заболевания возникают обычно внезапно, без видимых на то причин, и вылечиваются просто выравниванием энергетика и снятия энергетических пробоев. Постоянные головные боли также могут быть следствием энергетического пробоя в области затылка. Нанесено это может быть кем угодно. Это могут быть даже ваши родные, которые постоянно, можно такое выражение применить, капают вам на мозг. В результате сглаза человек резко начинает терять силы также. Испытывает постоянную слабость, недомогание. Так же, как в случае с порчей, врачи не могут никак поставить ему точный диагноз. Это в случае очень мощного нанесенного сглаза. Так как же избавиться от сглаза? Прежде всего, для тех, кто умеет работать с центральным восходящим и центральным нисходящим потоком, достаточно усилить мощность этих потоков. Те, кто работает с потоками, занимаются йогой, цигун, те знают, как это делается. Также очень эффективно поддержать пост и читать молитвы, утренние и вечерние. Молитва – это ритмический текст, обладающий высокой энергетикой. Он избавляет от любого негатива, если читать этот текст несколько раз подряд в течение определенного времени. Также помогают медитации, занятия творчеством, занятия спортом, посещение церкви. То есть все эти приемы в комплексе, перестройка мышления с негативного на позитивное. То есть забота о своем физическом теле и о своей душе. Если сглазь для ребенка, то в большинстве случаев помогает тоже, если вы умоете его святой водой. Также прочитайте молитву. Мыслите позитивно, относитесь к людям доброжелательно, и вы не будете мишенью для сглазов и порчи. Даже если кто-то попытается послать вам негатив, он тут же будет отражен вашей мощной энергетикой и позитивным мышлением. А как же защититься от сглаза? Самым эффективным в этом случае будет повышение своей энергетики, повышение своего биоэнергетического потенциала путем укрепления здоровья, усиления психологической устойчивости. То есть мыслите позитивно, будьте благодарны за то, что имеете, имейте хорошее отношение с людьми. Не держите зла на душе, и тогда никакой сглазка вам просто не пристанет. Занимайтесь физическими упражнениями, ведите здоровый образ жизни, правильное питание, повышайте свой энергетический уровень. Хорошо также, если вы занимаетесь йогой или цигун. Эти практики также предполагают работу с центральными энергетическими потоками, которые являются очень хорошим инструментом для выравнивания своей энергетики. Ношение различного рода амулетов от сглаза совершенно неэффективно. Но есть одно маленькое «но». Считается, что если носить какое-нибудь крупное украшение, то взгляд негативно настроенного человека впадет на это украшение в первую очередь, и большая часть негативной энергии уйдет в этот самый предмет. И тогда на какое-то время это может вас защитить от пробоя. Правда, такие украшения очень быстро рвутся, украшения ломаются, но тем не менее это как дополнительный способ защиты, если вы знаете, что вам предстоит встреча с очень негативным человеком. Это можно применять, а использовать как единственную и достаточную защиту ношения амулетов или различных символов религиозных – это абсолютно неэффективно. Нужно работать над собой, над своей душой, над своим мышлением, над духовным и физическим здоровьем. Также в этом деле совершенно неэффективно ношение минералов, как амулетов, учитывая то, что 90% данных минералов просто поддельные. Но даже если минерал настоящий, то он вряд ли вас 100% защитит. Это очень-очень слабая защита. Есть такой совет, что при виде плохих людей складывать фиги за спиной или в карманах. Это тоже совершенно неэффективная защита. Перечисленные способы горят не только как способы защиты и профилактики сглаза, но и как способы избавления от сглаза. На этом у меня все. Мы кратко коснулись темы сглаза. Если эта тема вам интересна и ее стоит развить и рассмотреть подробнее, пишите в комментариях. А также не забудьте оценить это видео и поделиться со своими друзьями. С вами была Элина и до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok